Друзья, с вами вновь Каспер, с вами вновь StarLadderTV, и мы начинаем смотреть очередной день Старсерии, точнее продолжаем его смотреть. Фнатики против Cloud9 больше, наверное, пока добавить особо нечего. У нас был огромный двух с половиной часовой перерыв, потому что Hellraiser уехали на LAN, Фнатики должны были с ними играть, Фнатики согласились дать перенос игры внеплановый. Ну и Na'Vi Team Secret тоже перенесли свою катку. Остается у нас Na'Vi Cloud9 и Cloud9 еще кто-то. В общем, суть не в этом. Суть в том, что вот они, Фнатики. Ханни, Трикси, Буги, Пас Икскалибур, тут у нас КВМ еще есть, да, тут, походу, немножко старый состав. То ли это стендыны, это, скорее всего, стендыны, да. КВМ не играет за Фнатиков, совсем забыл. Ну и, собственно, Cloud9. Да, вот еще Cloud9 Secret, точно, 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 в 11 часов по Киеву, в 10 по центральной европейскому времени. И в 12 МСК, видимо. Вот она, кстати, турнирная таблица. Вот где висят Cloud9. 8-5 проигрывать. Как мы любим говорить, больше нельзя. Ну, прям вот нельзя-нельзя. Если сейчас Cloud9 проигрывают хотя бы одну карту, скорее всего, они вот прям стопудово не попадают к нам на ланы. Ну, а Фнатики идут со счетом 3-1. Они, собственно, только начали играть сезон. У Клаудов сегодня будет эта игра и следующая, последняя в сезоне. Они сегодня завершат свою серию в СССР, StarLadder-овское дерби. И для них желательно закончить этот день без поражений, как я уже и говорил. Разор, Nature's Profit от Cloud9. Виномансер Рубик сразу же забирает Фнатики. Почему именно вот двух таких интересных саппортов? Что же будет дальше вообще происходить? Чем же будут дальше добивать? Ну, пока из банов интересного разве что можно отметить бан Луны. Ну, и то это такой себе бан. Хотя, в принципе, Cloud9 могли, наверное, забрать этого героя. Энви любит очень играть на Луне. Такс. Ну, сейчас вот призадумался немножко Ханим. О, Гермак у нас! Ё-моё! Вот такие вот дела, слушайте. Причём патч-то вроде ещё не вышел. О, Гермак ещё со старым регеном ХП. Может, Ханим не в курсе? Не знаю. Я думаю, он должен понимать, что... Что тут не так. Не, вообще, новый ХП-реген у Гермака 2,5 единицы здоровья в секунду это просто нечто. Ага! Cloud9! Draw Ranger! Давайте, сразу же забирайте. Да, Razor, Nature's Profit, Visage. Естественно, естественно, естественно. Куда же тут без траксы? Причём до траксы у фнатиков добегать реально нечем. Есть, конечно, Бристлбэк, который может добраться до неё. Но что он в дальнейшем будет делать? Пока для меня это остаётся загадкой. Не знаю, на чём так задумался Энви. Может, он засомневался, типа, почему мне так легко отдают дровку? Что за фигня? В первой игре, если кто смотрел матч Альбум Щит против Клифф, там был такой своеобразный контр-пик. В том плане, что траксу забрали одним пиком ранее ребята из АС. Видимо, чтоб не досталось Клиффам. Ну и здесь Cloud9 отдают спокойно Draw Ranger. Вот сейчас будут забирать или нет? Или всё-таки дождутся последнего бана? Вообще, вот с таким набором героев, да, они бы заслужили этот бан 100%. Вот всё-таки, видим, появляется у нас Тракса. И пятый бан от Фнатика. Не хватает у нас второго саппорта, второй саппорт. Я вообще постоянно говорю, что Visage Ancient Operation это просто лютая смесь. Почему? Потому что ребята просто разваливают с руки. Первый спейл Visage под Челлинг Тачем просто уничтожает. Учитывая то, что там ещё и аппарат. Да, мало того, что замедление, плюс два героя рубят в спину. А там особо убегать... Не, ну там Виномансер, да, может каким-то ядом откинуться, окей. Ну, собственно, и вы за ним дальше-то не побежите. Рубик Телекинез, ну там на одного. Найт Сталкер! Да что же это у нас происходит? У меня просто сегодня какой-то день любимых героев. Огармак и Найт Сталкер от Фнатик. Ребята решили нас немного удивить. Ну и что? Это, судя по всему, ранний экшен. Потому что лейт-героев нет у Фнатиков. Да, возможно, некоторые считают Бристлбека лейт-героем. И, возможно, даже они в некоторой степени будут правы. Но, не знаю. Найт Сталкер... Сложно ему в лейте. Серьезно. Очень сложно. Хотя герой очень хороший. Один из моих любимейших вообще персонажей. Да, с вот этой вот ширинкой на лбу. Но это не делает его хуже. И вот что теперь будут забирать Клауды. Вообще не помешало бы чем-то отбиваться. Вот, кстати, отбивательного суппорта Шейкера забанили предусмотрительно Фнатики. Сейчас нужен кто-то, кто сможет остановить этого Найт Сталкера при попытках постоянных-постоянных гангов. То есть это кто-то должен быть со Станом. С Верняковым Станом. Допустим, да. Или с Хиллом. Может быть, Дазл. В принципе... Может быть и Дазл. Да. Остается 40 секунд еще у Энви. Ну, либо сделать полностью акцент на дамагу. Сейчас взять какую-нибудь Вингу и просто драться в лицо. Пять ранжевиков против Найт Сталкера. Да, это Винга. Я прям такой жесткий. Ну что ж, начинается у нас матч. И пик у Клауд Найн. Достаточно понятный, простой и весьма легко играбельный. Да, вот, кстати, коэффициенты на ваших экранах. 2.84. А, не, это еще старые были, да? Да, это еще старые были коэффициенты. Ну, собственно, я думаю, тут где-то 65 на 35. Даже побольше, да. 2.84 на Фнатиков и 1.327 на Клауд Найн. Собственно, Клауд Найн тут являются серьезными, опять же, фаворитами. И... Ну, пик у них неплох. У Фнатиков несколько экспериментальные герои. Хотя никто не мешает нормально этими героями исполнить. В общем, поехали, посмотрим, кто у нас тут на ком будет сейчас катать. Не осталось только забрать сейчас Веномансера и Визажа. Ну, вот, видим, Матумба Мэн у нас будет в миде играть на Найт Сталкере. Буги в оффлейне на Бристалбеке. Так, я тут писал, и Цвилат, когда у нас там лагали люди. Но, В1 лата у нас сегодня не будет. Я на этой каточке буду один. Возможно, на следующую присоединится Ниашхарт, который провтыкал эту катку. Итак, КВМ у нас играет на Рубике. Трикси на Веномансере. Как мы уже говорили, Хани на Огрмаге. И команда Клауд Найн Энви, естественно, на Дроу Рейнджер. Фата Рейзер. 2000 Ауи. Играет на Визадже. Бонус 7 Нейчерс Профит. И Пай Лай Дай на Венджи Фул Спирит. Ну вот, на месте Огрмага я бы сюда особо не заходил. Да, да, да. Я уже так жду следующую обнову, друзья. Если бы вы только знали, вот эти все новые тропинки, вот эти, которые тут будут, они настолько офигенные, настолько сильно изменится. Все, вообще все в доте. Мы реально будем комментировать новую игру. И мне, на самом деле, это очень сильно нравится. Причем разбираться будем не только, не только вы будете разбираться в игре, но и мы тоже по ходу дела, игроки точно так же. Потому что появится слишком много новых задумок, новых идей. В плане реализации пиков, в плане лейнингов, в плане рун контроля, естественно. Да, возможно, там руна не дает какого-то нового, которое будет баунти руна. Не дает какого-то колоссального преимущества, но она дает небольшой буст. Тому, кто этого буста до этого не имел. Вот в чем вся суть. И у нас трипла в миде от Фнатик. Что? Зачем? Почему Огрмаг и Рубик стоят в миде? Зачем они это делают? Или они сейчас уйдут? Они просто, видимо, решили, что Матумба Мэн недостаточно хорош для того, чтобы стопить крипов. И поступили крипов втроем. Сейчас они в смоке отходят и будут сейчас пытаться ловить Розора. Причем Розора они здесь могут убить. Розор. От него, кстати, только что ушла Винга. Винга здесь в инвизе. Так, тут насасывают дэмэдж. Подходит Рубик. Поднимает Розора. Начинается тут у нас замедление. Пытаются подблочить. Ну, Фат тут выживает. Да, Фат выживает, потому что нет дэмэджа совсем у Найт Сталкера. Это минус 56. Это слишком много. И Розор благодаря этому совершенно спокойно остается на миде. А выход от суппорта оказался бесполезен. Собственно, что у нас там на топе? На топе у нас БН-7. Уже размял Трикси нехило. Трикси. Трикси выпил Кларити только что. Мисклик от Трикси. Да, почему мисклик? Потому что у него нет спилов, которые тратят вообще хоть что-то. БН-7 у нас тут прячется. Закрывается деревьями. Главное, не тратить сейчас все станы, естественно. Пытается сделать он ТП-аут. Но у него не получается. Хотя ТП-аут. Да, ТП-аут. Ферст Блат у нас получается на противоположной линии. Здесь точно так же хорошо вышли Ауи и Пайлайдай. Забрали они Бууги. И получается у нас размен оффлейнерами. В миде у нас дальше что? Матум Бомэн. 2 на 0. Разор 5-5. Никто не говорил, что будет легко. Вот в чем дело. И Найт Сталкер тут, конечно, очень сильно проседает. Хотя мы видим, чуть-чуть ему дэмэджа Разора оставил. Пощадил. И Сталкер доволен. Не оделай футболочку, да и Волкер Найт Сталкер. К сожалению. Так было бы вообще атмосферненько. Да, ну и Фурион пока в своем оффлейне второй уровень еще не успел получить. Кстати, как там дела идут у Буги? У него точно так же идут дела. Только с той разницей, что он здесь многоспауны Эншентов устраивает. И, возможно, сейчас подворует немножко опыта, стоя на руне. Да, руна, кстати, у нас появляется на топе. Это дабл дэмэдж. Ну, собственно, Буги тут спалился. Да-да-да, прогоняет его Пайлайдай потихоньку. Визаж, конечно, тоже бы с радостью сейчас погонял Бристалбеком. Но пока не может этого сделать. Так, у нас Найт Сталкер забирает ДД. Тут у нас опять в смоуке стоит два товарища. Причем цеплять нужно... Ну, вот-вот-вот-вот. Да ладно, зацепили! Какой же там этот телекинез? Залетает стан и по дабл дэмэджам просто разрезают лицо Фати. И Матумба Мэн у него серьезные проблемы. Да, его убивает Нейчерс Профит. Также погоня идет за Ханни. Выпивает Кларити Винга. У Винги... Реген Манны, кстати, неплохой. И если еще секунд 20 побегает, то, конечно... Ну, ладно, не 20. Но много-много нужно было бежать. Да, Угромак вот уже докуда дошел. У Винги до сих пор не было бы Манны на стан. Вот-вот. Прямо под вышкой бы его поймали. Там бы уже и Найт Сталкер прилетел. Так, Бристалбек. Есть у него по-прежнему здесь вард. Он по-прежнему видит подходы Винги. И это, кажется, минус Буги. Да, 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 да. Его слишком сильно здесь пробивают. Хороший станчик. Но нужно... Да, нужно Тараксу сейчас немножко подзадержать. И Буги благодаря этому стану выживает. Есть у него еще Хилинг Селф. И он уходит. 300 хп-шечки. 400 хп-шечки. То есть товарищ остается на лане. Это самое главное. В это время Фурион уже третий с половиной уровень. Тут уже начинает Трикси устраивать вардинг. Причем он просто фидит реально Фуриона. Хотя сейчас вот он пытается дынаить варды. Но при этом он отдает там 45 золота, там 30 золота. Да без разницы сколько золота. Это золото. Это просто экономия времени для Фуриона, который в оффлейне ну очень мало, по идее, должен забирать. По итогу он уже четвертый уровень. Ну и выход у нас здесь от триплы. Заходит КВМ. Кстати, очень хорошо здесь спрятался Пейлайда. И также очень вовремя ушел Энви. Но вот Энви-то и не сильно ушел. Вот что больше всего удивляет. Хотя это связано с тем, что Ауи далеко так не успел отсюда улететь. КВМ. КВМа видят. Буги тоже видят, естественно. Ну и Хани пока заныкался. Руна Инвиза на нижнем рунспоте. И Найт Сталкер ночью пошел искать жертву. Тапка, правда, у него по-прежнему нет. У него боттл, у него нет тапка, у него все плохо. Тут тапки у Винги, только тапка нет. Ну и вот он Найт Сталкер. Вот у него хороший вижен. Вот видят тут Вингу, видят всех. Пора выходить. Пора реально выходить. Почему не выходят? Слоу-поки. Да, вот, наконец-то пошли. Плюются. Атака Пуауи. Атака Попайлайдаю. Матумба-мен пока здесь танкует. Его очень сильно хотят убить. Мы видим, получится его здесь убить. Да, зажимают его деревьями. Это минус Найт Сталкер. Это минус Огрмак. И тут еще Бууги у нас получает по спине. Очень больно он получает. Вот у него появляется тапок. Вот у него появляется телепорт. Но тратить этот телепорт я особо смысла не вижу. Да, его убивают. Минус 3. Вновь забег от Фнатиков неудачный. Ну, как-то то ли у них с таймингом все не очень хорошо. Вот на секунду раньше бы побежали, наверное, больше успели сделать. То ли просто Клауд Найн все очень хорошо понимает. Понимает, что любая перетяжка на линию, и они окажутся сильнее. Плюс этот Найт Сталкер без тапочка. Он реально убогий. Вот как бы обидно это для него не звучало, но он убогий. Потому что толку с него, если у него... Блин, это не Найт Сталкер. Обычный, опять же, герой с небольшим замедлением. Так, это просто бешеный, угорелый товарищ. Который просто рвет и мечет. В доброе для него время суток. Появляется Пауэртретс у Дровки также. Но Дровка уже становится достаточно плотной. Сейчас еще получит 6 уровень. Там будет для Разора тоже неплохой бонус. Мы видим уже у Матумба Мэна проблемы. Вот, вот, банально, для чего нужен тапок. То есть, вот, Разор. Правда, его тут находят. Через секунду будет еще замедлялочка. Спасибо анимации атаки за то, что не удалось Разору еще раз шлепнуть Найт Сталкера. И руна регенерации внизу, но ее находит сейчас Ауи. Да, он их забирает. Там, кстати, Виномансера убили на топе в это время. Да, Нейчерс Профит. Благополучно с этой задачей справился. И надо уходить Матумба Мэну на базу регенец. Да, вот он как раз себе купил телепорт. Купил 4 тангусика. Не потому, что будет регенец на линии, а потому, что все-таки есть Фурион. Будет много экшена. Фурион будет постоянно стараться его блочить. Без тангусов вообще никак. Ну, на данном этапе уж точно. Да, вообще на любом этапе точно без тангуса пока никак. Если только речь не будет идти там о супер шестислотовых. Как там дела идут у Бристалбека? Бристалбек уже четвертого левела. Вот, мне кажется, он сейчас какой-то пятый уровень подождет и пойдет к виллспреям заливать эншентов. Потому, что эншентов тут уже достаточно много. И опта, и денежек там тоже большое количество копится. Без дела стоит. Вот он, вот он, Найт Сталкер. 448 мувспида. С одним только тапком. И в атаку. В атаку, еще раз в атаку. Правда, далеко убегает нас НС. И да, находят Энви. Энви сейчас гастома откидывается. И он, возможно, даже... Нет, он отсюда, конечно же, никак не идет. Это же Тракса. Она не может отсюда уйти. Вот в чем дело. Сталкер забирает фраг. Тут у нас еще Пайлайдай. Разор, если... У него 2 секунды кулдауна на телепорте. Был бы тут Разор. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас проблема у Пайлайдая. Хотя прилетает Фурион. Пайлайдая начинает подрезать. Есть минус Винга. И надо уходить Матумбомену. Его сейчас тут могут просто расшатать. Да, еще одна тычка от Таура залетает. Минус Рубик. Минус Угермак. Минус Бристалбек. 2 в 3. Но, с другой стороны, тут потеряли Траксу. Тракса тоже юнит достаточно важный, насколько мы знаем. И скоро уже начнет качаться Аура потихоньку. Да, пока что 18 бонусного урона. Но мы знаем, что через несколько минут эти 18 превратятся в 38. Или 48. И будет очень больно. И у нас вылазка на топ. Опять Дровка. И опять будет попадать под раздачу. Скорее всего, выходит Рубик. Выходит Угермак. Есть замедление. Бегут специально в ряд, чтобы Гастом лучше было попадать, естественно. Но тут минус Энви. Да, там, в свою очередь, забрали Найт Сталкера. На верхней руне. Также его втроем здесь приняли. На станы все дела. Вейвов террор. А Бристалбеку уже самое время заняться убийством, наверное, Эншентов. Тут столько спаунов, големов. Это просто жесть. И Фурион покупает себе Блэйд Мэйл. Да, тринулика Блэйд Мэйл. Ну, здравствуйте. Меня зовут Банэ Сим. Фат, конечно, тут дэмэджа будет высасывать очень много. Все-таки два основных героя — это милишники. Следовательно, разрывать связь будет не так легко. С другой стороны, есть Найт Сталкер, который имеет высокий мувспид, с которым как раз линковаться скоро. Да и, в принципе, Бристалбек тоже не особо-то слаб в плане мувспида. Возможно, у Фата все будет не так просто. Подходит Пайлайдай на нижнюю линию. Тут бешеный Веномансер только что под Бладластом бегал. И Розор. Очень опасно для Розора. Начинает от него заливать Бристалл, но там же пассивочка. Там пассивочка третьего уровня. На полторы секунды замедляет. Да еще соточка урона. Да Бристалбек там себя быстрее убьет с этими плевками. Серьезно. Ну, вот он, выход на Веника. Веник, свап. Подходит Рубик. Телекинез. Ну, и сюда прилетает Фурион. Правда, непонятно зачем. Нет, понятно. Идут убивать здесь Трикси. Трикси пока здесь пытается просто размансить. У нас атака делится на огромное количество фронтов. Тут у нас Бонэ-7 отбивается от Найтсталкера, от Буги. Только заканчивается Блэйдмейл. Как просто чайки налетают. Но какие хорошие были только что две птицы посажены. И Фатер на это попался. Попался на то, какие были хорошие две его птицы посажены. Не хватило здесь, естественно, урона. Только одна Венга находилась рядом. Когда мы Рейзера тут снесли. Впрочем, точно так же, как и Нейчерс Профита. И хорошие два минуса. Очень нужные два минуса для Фнатиков. 11-ая минута игры у нас пошла. Давайте посмотрим на графики. 5 тысяч у нас по деньгам в пользу команды Cloud9 было. И сейчас уже чуть меньше. Естественно, как вы видите, по опыту тоже немножко сейчас камбэкнулись Фнатики. Но я думаю, не слишком много. Дровка давно не умирала. Вот вроде бы 0-2-2. Посмотрите, просто 3 нуля. Не нуля, а 3 рейсбэнда. И Power Threads еще. Прикольно, кстати. Рубик Гастом только что дал отпор Фуриону. И у Фуриона проблемы. У него нет телепорта. У него, конечно, есть Блэйд Мэйл, который он не поражал. Но и вот это убьет. Да. Еще и Рубику достается минус. Отлично здесь Рубик отвоевал. Тракса сразу же делает телепорт вниз. И идут пушить нижнюю сторону. Очень четкое, хорошее принятие решений. Моментальных таких. От команды Cloud9. У нас тут буги. Остались 4 больших крипа. Как же ему не хочется их сейчас отдавать. У него осталось только там 3 пшика. Да. И вынужден отсюда сейчас отходить. Это сейчас все реально может зафармить та же дровка. И сейчас иметь там 2 с половиной тысячи денег. Да-да-да-да-да-да-да. Находят 3 больших голема и дракон. Соточка. 200-300. 400. Ну там с мелочью 500 голды только что для Энви. Просто на ровном месте. Веник. Отличный яд. Попадает. 14 секунд, правда, до поезда новые. Вот почему не пошел он дальше. Есть свап. Будут стрелять по Пайлайдаю. Отлично. Минус венга здесь стопудово. Ну а дальше догонять нечем. Дальше просто нечем догонять. Хотя. Нет. Есть чем догонять. Я же совсем забыл. У нас же есть. Да и Волкер Найт Столкер. Правда, пассивка тут очень сильно портит настроение. Но есть. Стан еще и мультикаст сработал от Огармага. Он даже не успел там толком прокнуть. На топе в это время идет сплитпуш. Клауд Найн начинает раскачивать. Очень сильно раскачивать оборону команды Фнатик. Несмотря на то, что счет 12-12 под твырам. Очевидное преимущество облачных пацанов. Три вышки они уже смогли забрать. Ну и не будем забывать про лейт. Все-таки в лейте и Розор, и Тракса, да и Фурион. Если говорить не про дэмэдж потенциал. Порой даже и про дэмэдж потенциал. Просто за счет того, что может хорошо качать стороны. Становится достаточно неприятным соперником. А здесь что? Здесь есть Виномансер. Хорошо, что хоть не керри. Огармаг может быть силен. Он может быть реально силен. Огармаг с 16-м левелом, с Аганимом. Он нереально мощный. Но до этого нужно дожить. До этого реально нужно дожить. Тут у нас Матум Бомэн тем временем уже с Виталити Бустером, со Стаут Шилдом. Возможно это будет Вангвард. Но вот я не знаю, насколько вероятно, что это будет Вангвард. Как по мне, Вангвард зачастую, не всегда. Вот если вы супер офигенно засноуболили. Если у вас там 5.05 на 15-й минуте. Ну даже не на 15-й, на 12-й, на 13-й минуте. И вот вы просто уничтожаете всех и вся. Вангвард становится нереально полезным айпомом. Особенно если там много ребят бьют с руки. Тут 5 ранжовых пацанов. Значит все бьют с руки. Значит много урона будет до тебя не доходить. Верно? Верно. Но если дело заходит слишком далеко, то можно серьезно потерять потенциал урона. Так, Найт Сталкер. Не знает куда деваться. Тут столько сладких булок. А команда далеко. И вот просто некого ловить. Реально было некого только что ловить ему. Из-за того, что команда чуть медленно сыграла. Но команда перемещается у нас на нижнюю вышечку. Собираются сейчас забирать именно этот тауэр. В это время булги тут на топе фармит. Ах, кто его знает, что он тут фармит. Плотность, плотность надо фармить. Там, кстати, мека есть уже у кого-то или нет? Или это будет Бристл с мекой? Не, мека уже есть у Веномансера. Тут будет Блэйд Мейлов по-хорошему пособирать. На полном серьезе. Потому что, опять же, много ранжевиков. Следовательно, много урона. Нападают на Разора. На Матумба Мэна также напали. Пытаются его забрать. Веник Гелем, правда, только по одному попадает. Ульта Фурыча тоже неплохо зашла. Вот она, мека. Немножко подлечили. Подходит пачка нейтралов. Здесь ловит Бунэ-7. Ну и это минус Рубик в размен. Даже минус Аэгис. И Рубик в размен на Нейчерс Профита. Да, тут же еще и Бладласт у Огра. Забываю я порой подобные моменты. Точнее, упускаю их из виду. Не то, чтобы я забывал. Но Бладласт порой тоже творит чудеса. Особенно, когда он-то максимально в уровне. 50 атак спида, 16 мув спида. Вот тот же Найт Сталкер реально будет бешеный. Он сейчас бегает 507 мув спида. И 0.62 атак спид. У него ничего нет на скорость атаки, кроме ПТ. У него просто ПТ, которая дает там 30-ку. Хорошо, дальше еще залетает бонусная 30-ка отсюда. И 75 отсюда. Просто 105 бонусного атак спида. Друзья, это не шуточки. Серьезно. Это очень страшные вещи. И если Найт Сталкер соберет какой-нибудь башер, то, боюсь, будут проблемы у любого, к кому он доберется. Так, да, у нас тут пока Буги. 1600 золота. На него еще и Фурион выходит. Выходит. Не закрывает. Тут, в свою очередь, находит Винга Квэма. Как же она больно ему тут наваливает. Слушайте, ну да, у Винги здесь плюс 42 и еще своих 28% того у Винги 140 урона. Да. Неплохо. Просто 140 урона Винга 8-го левела бегает и смеется на этот сталкеру в лицо. На полном серьезе. Кстати, его здесь только что увидели. На ворде он пробежал и, возможно, его встретят прям... Прям толпой. Появился у него, конечно, Ван Гуард. Но не думаю, что он будет слишком эффективен, если вдруг начнет бить такая толпа людей. Полторашка у него ХП. 8 брони. Правда, брони не так уж и много. Но Ван Гуард помогает в таких вопросах. Кто не в курсе. Артефакт очень редко собирается, поэтому стоит показать его статы. То, что шанс блокировки урона 80% блокирует 40 дэмджа, если вы милишник. Следовательно, вам просто минус 40 с каждой подачи. Это как Кракеншелл у Тайтхантера, по сути. Покупайте себе Кракеншелл. Только с вас статы не сбрасываются. Ну, 80% это практически постоянно срабатывание. Так что, я думаю, можно пренебречь этими 20. Хотя, с другой стороны, посмотреть. Половина критов. Там шанс 10-15%. Так что пренебрегать 20 это не слишком круто. Визаж убивает у нас Найт Сталкера. Виномансера тут тоже убивают. Что произошло, я не знаю. Просто Тракса нажала кнопку, верно? Ну, видимо, да. Что птицы просто... Хотя птицы там были слишком близко к Траксе, и можно было ничего не нажимать. Буги с Блэйдмейлом. Улетает. Рубик пытается отсюда убежать. Но там Родофатас. Да? Я не ошибся? Это Родофатас? Да, это Родофатас. Это Родофатас у Ауи. Ну и вот, начинается. Начинается потихоньку аннигиляция. Вот оно, преобладание рейнджевиков над подобными слабыми героями. Слабый тут Виномансер и Рубик. Я вот что имею ввиду. А сильные это два милишника, которых тоже можно кайтить благодаря ледяным стрелам. Благодаря всяким корням. Всяким замедлением визажей. Станом Венг. Свапами. В общем, слишком много вещей можно творить с этим Найт Сталкером и Бристл Бэком. Прежде чем они начнут кого-то бить. Вот что я хотел сказать. У Громага отсюда надо срочно уходить. Да, он такой. Хлопаем в ладоши. Топаем ногами. Ну и вот он Найт Сталкер. По-прежнему у него тангусы продолжают обновляться. Оно и понятно почему. Потому что последних пару раз его прессовали только из-за того, что спруты были. Тангусов не оказывалось в нужный момент. Но вот левел у него кажется неплохой. Хотя мне кажется по Нетворсам тут все очень кисло. Да. Нетворсы. Почти 10 тысяч у Фурена. 9 тысяч у Дроу Рейнджер. Вот он. Керри Виномансер. 8700. И... Да, кстати, я говорил, хорошо, что хоть не Керри. Да это ведь Керри Виномансер, точняк. Тот самый Керри Виномансер. Как это меня еще не начало бомбить? Слушайте, я, наверное, просто не заметил, что это будет Керри Виномансер. Я такой булки расслабил, думаю, что все нормально. А здесь Керри Виномансер. Я знаю, кого винить в проигрыше команды Фнатик. Это все виноват Керри Виномансер. Верно? Верно. Вот режиссер наш говорит, что верно. Просто вот каждый раз, если хоть раз у меня попадется в команде Керри Виномансер в папчике, боюсь, это просто вынудит меня инстантово зарепортить этого товарища. Я надеюсь, что все будут так делать, видя Керри Виномансера или Керри Вингу в своем паблике. Ну, с Вингой еще как-то можно поспорить, теоретически. Вот чисто гипотетически поспорить по поводу Керри Винги. Но Керри Виномансер, друзья, это совсем забейте. Микрономикончик-то убежал. Так, да, так что там у нас по Нетворсам я тогда заладил? 6700 у Бристалбэк Нетворса и 5700 у Матумба Мэна на Найт Сталкере. Найт Сталкер, который стоял в миде против Разора, у которого на 2500 больше Нетворс, чем у него, чем у этого Найт Сталкера. С лавелами там, я думаю, все не так должно быть плохо. Хотя нет, с лавелами тоже все очень плохо. Обратите внимание, 14-й Фурион, 13-й Разор, 12-й Дрорейнджер, 11-й Визидж и 11-й Найт Сталкер с Бристалбэком. Да уж. Пытались тут только что расстрелять. Баланаром ничего не вышло. Ну, это уже затягивание неизбежного, я не знаю, как это можно называть, потому что на стадии пиков было понятно. Клауд Найн, скорее всего, победят. Найки, конечно, пытались удивить такими любопытными вещами, но обычно исполнение должно быть просто идеальное для того, чтобы подобные вещи заехали. Нужно загнобить ту же дровку на стадии, там, не знаю, до 10-й минуты, раза 3 ее принять. Хотя дважды ее получилось убить, потом про нее почему-то забыли, а сейчас вот мы видим. Заходит Винга, у которой стоил 170 дэмэджа у Винги. 100, мать его, 70 дэмэджа. У Венги Фулл Спирит. 300 урона у Дроу Рейнджер с Даггером и Саши Яшей, чтобы вы понимали. 300 дэмэджа. Вот она нападает на Веника. Веник, конечно, пока ей тут объясняет, потому что она без БКБ. Ну, хотя тут Мека пошла. Да, Мека есть. Дровка выживает, хотя недолго. Энви. Энви умирает от Йода. Норму Асик. Феномансеру достается вся слава. И свап также КВМа не дает ему сделать. Тэп-аут. Минус Рубицк. Тут в то время вообще умерли все, кто мог умереть. Матумба Мэн что-то подходит. Но тут сейчас через 2 секунды будет статик линг. И, боюсь, вообще ничего не светит здесь Найт Сталкеру. Еще и Розор с дабл дэмэджем. Бзз, бзз, бзз. По миду заходит у нас вот эти товарищи. Это хорошо, что еще дровки нет. Реально, 20 секунд. Была бы здесь Тракса. Сейчас эти птицы настолько были бы мощные. Фурен на топе сломал. Вышку внизу. Ну, внизу, ладно. Плохо покоцали. В миде в это время тоже почти забрали Тауэр. И начинает падать здесь рейнджовый барак. Правда, тележка неопытная. Не шарит в какой надо стрелять. Нужно сменить наводчика. Уволить просто предыдущего. Ну, что это такое? Ладно, ладно, хватит. Я понял, я понял. Вам уже хватает подсказки во время загрузочного. Во время загрузки икры. Икры. Загрузка икры. Ладно. У меня уже начинает плавить. Во время загрузки игры, естественно. Сам пошутил, сам посмеялся. Вот они, недостатки комментирования в соло. Но не обращайте внимания. Хорошо, что это только первая игра. На интернешнл их было 15. Там 14. Энви. Буги. Буги. Энви. Ну вот, вы понимаете, да, что происходит. Буги нажимает Блэйд Мэйл на пол ХП. И вот, собственно говоря, результат. Минус Рубик. Ханни тут тоже убегает. Ханни находит Фуриона. Говорит, Фурион, не трожь меня. Вон, Виномансер, иди бей его. И Фурион так и делает. Идет бить Виномансера. Тут Разор не обращает ни на кого внимания. Начинает убивать Югр Мага. Начинает убивать Найт Сталкера. И ГГ пишет Ханни. Команда Клауд Найн одерживает первую победу за сегодня. Впереди у них еще одна игра. И это игра против Тим Секрет. Против Пупеи и компании. Следовательно, соперник не слабый. И в этом матче Клаудам также нужно побеждать. Обязательно нужно побеждать. Кровь из носу нужно побеждать. Потому что, если у них не получится, они практически лишат себя шансов на выход на Ланы. К нам сюда, в Киев. В общем, любопытная получилась игра. Как я уже говорил, в Найтке попытались удивить. Не получилось удивить. Не заехали герои. Найт Сталкер был не самый худший, который мы видели. Честно скажем. Но вот мне кажется, вместо Огр Мага сюда бы кого-то, кого-то. Скай Мага, например. И тогда было бы намного лучше. Ну а, собственно, пока что на этом все. У нас будет сейчас небольшая рекламно-музыкальная пауза. Так что далеко не разбегайтесь. И мы увидимся с вами уже совсем-совсем скоро на последнем матче. Team Secret против.